Нельзя было открывать окна в машинах, нельзя было общаться с людьми, с некоторыми, дружить. Всегда было ощущение опасности и страха внутри. Когда мы спустились вниз, я увидела охранников и работников, плачущих. То есть это служба безопасности президента, это люди, которые никогда не плачут. Как ты выжила в Америке без отношений? Не знаю, я была толстая, я весила 90 где-то килограмм. Я верила в то, что приедет принц на белом коне. Но приехал Амиран. Мой молодой человек, он узбек. Я всегда говорила, что никогда не буду встречаться с узбеком, потому что у нас менталитеты разные. У меня бабушка называется мама, а мама больше как сестра. Но у меня нет с ней хороших отношений, с детства не было. За что тебе преподносят, как говорится в основном? За то, что я шарманда, не халяльная. И за то, что вы живете на наши деньги. Я правда не беру денег у родителей. Мы с ними общаемся, но нет денег. Так что если вы хотите проспортировать мои проекты, пишите мне в инстаграм. Покупайте мне рекламу. Почему Марьям? Кто тебя так назвал? Мама. У нее была очень сложная беременность. У нее была опухоль, которая не развивалась. Потом она не знала, стоит ли ей вообще продолжать с беременностью, потому что у нее были проблемы с здоровьем. И ей посоветовала одна медсестра назвать меня именем специальным религиозным, чтобы на него молиться. И она выбрала имя Марьям, потому что он есть и в исламе, и в христианстве, и в иудаизме. И как бы молилась на меня. И потом каким-то образом я родилась, и все беды прошли. Интересно, интересно. А как потом в Машу родилась? Потому что у меня мама, когда в детстве орала, она орала, типа, Марьям, иди сюда. И у меня какая-то ассоциация, что Марьям это какое-то, знаете, такое имя, которое меня зовут, когда я что-то ее запоролла. Мне кажется, что к 50 годам я буду Марьяма, пока я Маша. Веселая, легкая девочка. Ты в Ташкенте родилась? Я родилась в Ташкенте, да. Расскажи про детство свое. Детство? Окей. В каком плане? Как ты жила в детстве? Понятно, были какие-то ограничения, наверняка, когда туда не ходи, в окно не смотри, и так далее, и так далее. Но именно из-за этого я вышла замуж за такого человека, потому что я хотела отрезать себя от вот этих всех ограничений. Мне нельзя было открывать окна в машинах, мне нельзя было общаться с людьми, с некоторыми, дружить. Всегда было ощущение опасности и страха внутри. Я там до 18 лет, как ненормально, проверяла шторы, чтобы там никто не прятался. Просто настолько был ребенок загнут. Вы же не вместе жили с дедушкой? Нет, но я приезжала каждое лето, и когда я жила в Ташкенте, я всегда его навещала. По субботам я навещала, по воскресенью мои двориные братья и сестры. Это была как-то особая служба безопасности, охрана, которая тоже следила за вами? Конечно, да. Это была часть нормы, когда я переехала жить в Швейцарию, потому что мою маму поставили на позицию посла в ЮНЕСКО, культурного посла в ЮНЕСКО. Я тогда впервые поняла, что мой дедушка это президент Узбекистана, потому что до этого момента я думала, это нормально, каждый ребенок гуляет с охраной, каждый ребенок живет таким образом. А потом, когда я приехала, я подумала, что может быть, что-то в моей жизни особенное есть. Еще немного про детство. Как досуг проходило? Что вы делали вообще? Ты уехала в Швейцарию, когда тебе было? 11 лет. 11 лет. А до этого? До этого я жила, училась в Ташкенте. Мы потом в какой-то момент переехали жить в Париж, потому что маму поставили в позицию. Потом в Швейцарию. Своё детство, если честно, я забыла, потому что у меня очень много разных травм, ассоциированных с ним, и мне нужно поработать с этим психологом, потому что я реально вообще ничего не помню. Что за травмы? Ну, какие-то эмоциональные травмы. В 11 лет какая травма может быть? Ну, если ты живешь в такой семье, мне кажется, их очень может быть много. Из-за этого, когда мне люди приписывают какую-то ответственность за поступки других, мне как-то это непонятно, потому что ты ребенок, и ты просто живешь во всем. Это и есть твоя норма. Из-за этого я как-то забыла очень многое части своего детства. Мне люди показывают фотографии, я говорю, а это я, то есть у меня какая-то диссоциация. То есть ты какой-то сейчас уже по прошествии лет, ты понимаешь, что было какое-то давление, в общем? Да, и какой-то посттравматический стресс за ребенка, потому что ты живешь в этом во всем, и ты видишь, как взрослые себя ведут. Ты понимаешь, что некоторые вещи правильные, некоторые вещи неправильные. И ты как-то своими маленькими мозгами пытаешься из этого что-то сделать. Вообще в целом, я смотрю, что в семьях, у богатых, у людей, приближенных к правительству или правительственных, в семьях не все ладно. И это очень сильно отражается на детях. Это правда? Мне кажется, что да. То есть взрослые настолько заняты своей жизнью, своими или чужими там задачами, заботами? Ну, мне кажется, в каждой семье есть свои плюсы и минусы, и нету таких идеальных семей. Но мне кажется, что все именно так, как оно должно быть, в плане того, что такая непрописанная история, будущее и так далее. Да, может быть, в каком-то плане взрослые берут на себя очень многое и оставляют детей нянем и так далее. Но на что мне жаловаться? То есть есть дети в Африке, которые вообще живут без родителей, без воды, еды и так далее. То есть я не хочу изучать, какая-то там девочка, которая жила там с золотой ложкой, говорит, ой, мне не дали достаточно внимания. Это глупо. Интересно такое. Параллель. Параллель, да. А вот эти вещи, смотри, там девушка с золотой ложкой, я не знаю, они там жируют, народ голодает, там тыры-пыры, вот эти все вещи. Они тебя как-то не задевали, не задевают? Мне обидно, потому что я чувствую свою вину за то, что я не должна чувствовать, потому что я опять-таки занимаюсь своим блогом, я зарабатываю сама себе на жизнь. Я там моментами себя отказываю во многом. Я вообще как бы не кажется, что не зажавшийся там человек в плане того, что я отдаю очень много благотворительности, я делаю очень много разного хорошего, потому что именно я чувствую эту вину за то, что я не делаю. У тебя подписи с инстаграм прикольные. Узбекская принцесса, предприниматель, филантроп, лайфстайл блогер, еще ты актриса, предприниматель, бизнесмен. Кем ты ощущаешь сама себя? А еще там сказал, что я очень хаотичный в конце. Да, хаотичный и экоактивист еще, я просто сейчас на память уже вспоминаю. А о кем я себя ощущаю? Да. А девушка, которая потихоньку познает себя и пытается как-то со своим багажом разобраться, наверное, сказать. У меня тоже такое ощущение сразу сложилось, что ты как бы еще пытаешься найти себя. Да. Это нормально, это хорошо, просто именно складывается такое ощущение. Мне 24 года, я обожаю тот факт, что я сейчас занимаюсь своим любимым делом. Я всегда любила сцену с детства, я люблю внимание, я не могу жить без внимания, мне вот прям, мне прям оно очень нужно. Мы когда с вами общались внизу, мы говорили про комментарии, негативные, позитивные. Я вам говорила то, что мне не важно, если у меня хейт или там, меня люди любят, мне важно, чтобы была какая-то реакция, вот. И я понимаю то, что я хочу двигаться в медиапространстве, мне нравится. Тебе нравится хейт? Нет, мне нравится хейт, мне нравится медиапространство. Я хотела бы себя попробовать в роли актрисы, потому что я снимала сейчас в коротком метре, вот, в Москве. И сейчас, недавно? Да, недавно, вот, так что. Скоро увидим тебя на экранах? Надеюсь, что да. Интересная? Маленькая роль, но протестирую себя. Надо начать с чего-то. Слушай, популярство нравится, это все тебе, это все прекрасно, это все нормально. А есть какие-то минусы у этого? Да, нету личной жизни. Ну, то есть как бы. Личной жизни? Да. Ну, у тебя новый молодой человек, ты сказала. А, какой-то личный разговор, да, есть молодой человек. Да, мы не будем, конечно, обсуждать его, но в целом, есть же личная жизнь. Есть, но просто, вот, мой молодой человек, он узбек, то есть он, он, да, окей, хорошо. Он из Узбекистана, и он, я всегда говорила, что никогда не буду встречаться с узбеком, потому что у нас менталитеты разные, я выросла за границей, а он как-то так получил, что он, он прям, очень открыто мыслит, но при этом. Он вырос за границей тоже? Нет, он просто работал в Москве какое-то определенное время, и из-за этого, вот, но он не мажор, он не, он не какой-то такой, знаете, зажажащийся ребенок, он пахарь, он прям работает, работает, работает. И он говорит очень хорошо на узбекском, и у него есть небольшая акцент на русском, из-за этого я сейчас подучиваю узбекский, вот. И когда нас видят люди в Ташкенте, я чувствую то, что вот все хотя знают, что и как, и почему, и вот этого, этой секретности мне не хватает. Мы пока вот на стадии общения, вот. Общения? Ну, такого. Ну, ты уже сказал, что это твой парень. Да, мы вот этот человек, мы не знаем. Или он не знает, что он твой парень? Он, да, ну, нет, он знает, что он твой парень. Просто, я не знаю, как у нас принято, сразу вы начинаете там встречаться, сразу потом вы женитесь, и как бы. Нет, не у всех. Нет, не у всех? Нет, нет. Я просто этого боюсь. Мы люди простые, мы тоже гуляем периодически. Нет, я не хочу гулять, ну, я вот. Ходим. Вот, просто это тот человек, который, с которым некомфортно. Я его встретила, и мне просто с ним дико комфортно. Саша, тебя? На 10 дней. На 10 дней? Да. Вау. То есть он. Ну, это хорошо, не на 10 лет. Не на 10 лет. И, самое страшное, у нас день рождения очень похоже. То есть, я боюсь, сейчас вы его дойдете. Нет, я, я, нет, я его не даю. У него день рождения, то есть он 9-1-1-9-9, а у меня 1-9-1-1-1-9-9. То есть, если... Ну, как интервью выйдет, держись в Инстаграм, все будут сейчас гуглить, потом смотреть. Это его мама и папа, мне кажется. Хорошо, хорошо. Ну, ты, ну, я понял, что после отношений с Абираном ты сама можешь позволить себе выбирать партнеров, молодых людей. Да, то есть нет такого. Сейчас то же самое происходит. Ну, вроде, да. В каком-то осознанном своем возрасте. Но не то, что я там хожу и ищу себе парня. Так получилось то, что... Не, ну, понятное дело. Я сейчас пытаюсь выпустить эту линию косметики, которая уже готовится полгода. Вы не понимаете? Да, я все искал, и я не могу как-то... Я, я скоро с ума сойду. У нас с подрядчиками вопросы, с заводами вопросы. То есть... А где производится будет? В Европе. Из-за того, что производится в Европе. Надо потом это отправить как-то, понять, как сделать сайт. Поэтому, короче, этот процесс очень долгий. Я-то думала, сейчас я скажу, я выпускаю косметику, и через пять минут у меня уже будет косметика. Нифига. Через здесь уже все купят. Да, вот. Я знаю, что они все купят ее, но просто нужно же ее сделать. Из-за этого я этим занималась. И я ожидала, что ко мне кто-то там подойдет. Я прямо ушла в работу. У меня есть цель там. Купить себе машину, купить себе квартиру. Заработать на это все. Потому что я зарабатываю на своем блоге. Я не беру денег ни у кого. То есть, как бы я сама себя делаю. И тут появился молодой человек ниоткуда-то. И как-то меня, знаете, просто некомфортно. Это не какие-то токсичные вот эти вот американские горки. Это просто спокойствие. А с родителями у меня сейчас такое какое-то более простое общение. В плане того, что мы здороваемся, прощаемся, поздравляем друг друга с праздниками. Ты довольно откровенно об этом говоришь в нескольких интервью, что вот эта вот фраза недолюбленная, недовнимание, которое у тебя не хватило. Я не хочу ставить ответственность на плечи своих родителей за какие-то свои эмоции. Потому что это мое восприятие ситуации и жизни. Ну вот я и к тому, что родители не обижаются на это? Я не знаю, я с ними просто не общаюсь так близко сейчас. С того момента, когда я вышла замуж за Амирана, у меня отношения с ними очень сильно... Ну, можешь сказать, что вы так и не помирились до конца? Мы до конца не помирились. И я об этом скрывала какое-то время, потому что мне казалось, что это говорит что-то обо мне, как о человеке. И мне было очень больно, обидно. Я это прорабатывала, меня бабушка какое-то время успокаивала. Но теперь это просто норма. Я знаю, что очень многие люди живут вообще без родителей, то есть у них их нет в априори. А у меня так получилось, что мы поссорились, и у нас сейчас такая какая-то пауза в отношениях. Я понимаю, что у них, наверное, много обид в мою сторону, потому что я вышла замуж за него, и то, что, наверное, их не послушала, и там опозорила их имя, потому что они очень к этому приватно относятся. Но ты сейчас сама понимаешь, что прям опозорила, слушай, ну время там пройдет, мне кажется, через год-два-полтора, да и все... Я знаю, вот время пройдет, а его будет уже не вернуть, понимаете, вот из-за этого мне обиднее всего, потому что там, например, моему брату уже скоро будет 18, моей сестре там 13, а это время, оно упущено. Понимаете, вот. А так я стараюсь об этом не думать, потому что чем больше об этом думают, тем мне обиднее. А пытаюсь жить, развиваться и, как говорится, искать себя. Слушай, убей меня, вот что хочешь сделать, не верю, что ты не берешь деньги у родителей. У меня есть какой-то счет там, который для одной дочки, для второго, для брата. Клянусь, вот мы сидели с вами внизу, он говорил, что я работал в Париже на зарплату, а когда я искал свою зарплату, я видела ваши глаза, вы мне не поверили. Я поверил, да. Я правда не беру денег у родителей. Мы с ним не общаемся. Я там папу поздравил с днем рождения, 4 ноября он мне даже не ответил на сообщение. И не хочу, чтобы в этом интервью это выглядело так, что я типа говорю, меня родители не любят. Нет, это нормальные взрослые люди, просто мы там разошлись с ненями, там пройдет пару лет, и мы вернемся к другим. Я думаю, так и будет, ура, но я поздно. Самое обидное, что семьи, которые расколоты, чаще всего самое лучшее, это когда вот семьи смотрят на улицу, для того, чтобы там, сейчас подождите, рефразирую. Самое лучшее, это когда семьи смотрят на окружающих, и они как бы вместе с воплоченными, то есть они как бы семья. А у нас идет так, что мы между друг другами имеем какие-то единицы, у нас нет этого всего, и как бы мы не можем даже смотреть на остальных людей, потому что мы настолько еще копаемся в наших взаимоотношениях. Понимаете, что я пытаюсь сказать? Я понимаю, да. Я думаю, что это не только у вас. Да, это у всех семей. Это у большинства семей есть такие проблемы. Я, наверное, совру, если я скажу, что у нас плюс-минус не так, поэтому. Интересно, интересно. Ты вот часто про бабушку говоришь. Да. Меня очень вопрос заинтересовал, что она такого сказала Амирану, что он удалил фотографию? Она просто сказала, что ты морально позоришь нашу семью, что ты делаешь. Ну, а кто она ему сказал? Ну и ладно. Как бы уж Амиран, на него можно повлиять. Мне кажется, что да, потому что она очень... Она орала, мне кажется. Нет, мне кажется, я не знала, не слышала их разговоры, но мне кажется, что она, скорее всего, такой очень мудрый человек. Я хотела бы быть, как она в плане отношений. Потому что, как женщина, она никогда не тормозила своего мужчину, наоборот, давала ему энергию для того, чтобы он стал тем, кем он стал. И каждый раз, кстати, мой дедушка, когда следил за ужины, там, семейный, он всегда говорил, я бы никогда бы не был бы президентом, если бы не моя жена. Так что, он всегда ей давал такое большое уважение, вот. Она очень мудрая женщина. Она во многом мне помогла, там, просто эмоционально, морально со своими отношениями. Правильно понимаю, что вы с ней как раз-таки после брака сблизились? Да, потому что она, я была одна в Москве, у меня не было общения с родителями, ей стало меня жалко, и она сказала, типа, мученька, иди сюда. Да, и у меня вообще с детства отношения с бабушкой такие, как более с мамой, потому что у нас в семье принято то, что мы бабушку называем мам. Это было из-за того, что мой двойный брат Ислам слышал, как его мама называла ее мам-мам-мам, и она вот с этого времени у нас семья мам. Вот, она взяла такую роль с детства, и из-за этого она у нас мам. А в чем выражается ее мудрость? Можете рассказать, что-то такое? Женская мудрость, спокойствие. Насколько я знаю, такая волевая женщина, на самом деле, такая. Совершенно нет. Она настоящая первая леди. Я вот захожу в комнату, у меня вещи вот так вот разбросаны, я такая ложусь на кровать, а у нее все вот тютелька в тютельку. То есть она кушает вот так вот очень аккуратно, она все очень аккуратно ставит. Она вот просто по своей натуре очень аккуратный, спокойный, добрый, нереально умный человек. И, наверное, в контраст того, кем я являюсь. То есть я вот такой бунтарь по жизни, а она очень спокойная и добрая, хорошая женщина. Я, если честно, не знаю, что бы я делала без нее, потому что она как мой лучший друг. Я ей звоню, там рассказываю про все, я знакомлю ее со всеми своими друзьями, потому что мне очень важно ее мнение было. Я, честно сказать, я не вижу никакой проблемы в фотографии, которую там он выложил, но это я, окей. Но для вашей семьи, мне кажется, для нее это точно было что-то, так как она человек уже достаточно в возрасте, для нее это был какой-то кринж, да, как говорят у нас в Ташкенте? Да, 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 скорее всего, да. Но сейчас это же проходит уже все, правильно? Ну, как бы, ну, забыли, да. Было. Иногда просто я открываю гугл, себя ищу, и там первое фото, что выходит, это оно, но кроме этого. Есть ли сложности в мире Маши Теляева? У нас, как говорят, вот есть деньги, есть семья, все можно решить деньгами и семьей. Есть ли сложности в мире? Да, есть очень много проектов, которые я хотела бы реализовать, но нет денег. Вот, так что, если вы хотите проспортировать мои проекты, пишите мне в Инстаграм, покупайте мне рекламу. На эту камеру, да? На эту. На, 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 на любую. У тебя такое ощущение, что ты долгое время как бы жила в какой-то изоляции, только сейчас приезжаем в Узбекистан чаще-чаще, начинаешь сталкиваться с реальной жизнью. Да, конечно. Мне это очень нравится, потому что ты, когда живешь в таких условиях, ты неосознанно в них живешь, ты просто тебя поставили в них. А тут у меня есть выбор того, чего я хочу и не хочу делать. И в плане того, что путешествия мне открывают к миру, то есть это не какие-то там суперлюкс-путешествия, это просто типа поехала я там в Бразилию на неделю, пожила там у подруги, посмотрела. Копеечные путешествия в Бразилию на самом деле. Познакомилась уже с узбекским хейтом. Как он тебе? Отличается ли он чем-то от другого? Честно? Да. Так как я сейчас очень плохо владею узбекским языком, я 90% хейта просто не понимаю. На узбекском пишут? Да. Вы же говорите, узбекский хейт. Ну, и у которого он родился в узбекском не обязательно, у нас и на русском хорошо хейтят. Я точно не знаю. Я просто иногда попрошу своего молодого человека или Фарушку перевести там комментарии. Это очень смешно звучит, потому что я бы никогда не обратила на это внимание. Но сейчас я учу узбекский, у меня есть репетитор. Загрузила приложение там Узбекистан for English speakers. Очень круто. А что в основном тебе, за что тебе преподносит, как говорится в основном? За что? За то, что я Шарманда. Шарманда. Да. А не то, что я не халяльная. Вот. За то, что за эту фотографию. И за то, что вот вы живете на наши деньги. Вообще, как ты считаешь, должен ли, должны ли родственники отвечать за действия? Ну, должны ли ты отвечать за работу деда? Как ты думаешь? А за какие действия? Если за позитивные действия, я всегда, да. Если за негативные, а какие негативные действия? Нет, нет. Я не то, что что-то сделал. Как бы это великий человек. В любом случае, я от своих слов не буду отказываться. Но в целом, должны ли родственники отвечать за это, по твоему мнению? Ребенок, скорее всего, нет. Если человек был в осознанном возрасте, ну, например, условно, там, вы видите, что что-то происходит вокруг вас, но вы ничего не делаете, да, например. Но вы в кругу влияние, и вы осознанный взрослый человек. То, скорее всего, да, вы несете какую-то ответственность. Но если вы ребенок, и вы просто, я не знаю, играете в машинке и в барби, какую ответственность вы можете внести, ну, условно. Ну, тут моральный, как бы, вопрос, как бы. А как бы вы посчитали? Человек несет ответственность? Я считаю, что нет. Окей. Даже если у вас... По крайней мере, я не вижу выхода из этого. Ну, что ты должна сделать? Что ты должна сделать, чтобы люди сказали, да, и хрен с ним. Ну, вот если вы находитесь в окружении человека, и вы видите то, что он принимает неправильное решение, но вы не можете ему дать, вот, условно, какую-то информацию. Вы бы дали эту информацию ему? И ваше отношение к человеку бы потом изменилось, и его к вам? Честно, не знаю. Я не знаю. Может быть, я сейчас с малодушкой ничего, но я не знаю. Окей. Мне кажется, все случаи разные. Уникальные, да? Уникальные, да. Сканальное фото с Амираном. Закроем уже эту тему. Акция «Я ищу мужа», «Развод пати», «Март» в Твиче». Но при этом ты попросила не касаться темы тети, что было бы, в общем-то, самым большим хайпом, как мне кажется. Почему ты не хочешь это обсуждать? Потому что я, скорее всего, не отношусь к этому. Я простой блогер, инфулансер. Не твоя тема? Не моя тема. Хорошо. Как ты думаешь, ты сможешь, ты уже можешь отличать мужчин, которые к тебе подкатывают не за просто так? Да, но я не понимаю, какая выгода у них может быть. То есть, как бы... Я тоже не знаю, но вообще в целом, есть ли такое ощущение? Ну да, я, скорее всего, теперь нормально читаю. Лучше читаю людей. Я, конечно, ошибаюсь. Недавно ошиблась в подруге, кстати. Она моему молодому человеку написывала про меня. Такие небылицы. Потом она еще, мой счет поехал в Грузию. То есть, как бы, меня отель пригласил в Грузию, сделай там рекламу. И она поехала. Там у нас была поездка организована. Ты ее подругой называешь? А? Ты ее называешь подругой? Называла когда-то. Так она тебя дискредитировалась? Или хотела забрать твой парень? Нет, она пыталась меня дискредитировать. Отправляла ему... А зачем? Ну, потому что он не нравился, скорее всего. А, то есть, она хотела зацепануть твою парню? Вот, 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 блица возвращаясь, вот это вот, понимаете, да? Ну, что, парней мало, что ли? Не знаю, надо посмотреть на этот континент. Но вообще, говорят, в Ташкенте в Узбекистане мало хороших парней. Я не ищу вас, возьмите... Ну, вообще, в целом, ты как девушка. Ну, я не знаю, я не ищу их, возьмите его обратно. Как бы, он сам на мою голову упал. Не то, чтобы, как бы, я кого-то искала. Даже несмотря на тот факт, что я ходила с плакатом, и я ищу мужа, это был тренд. А, сработало, кстати. Мне так и сказала бабушка, она говорит, вот ты запросы во вселенную кинула, и вот тебе пришли вот такие вот... А что за акция вообще была? Она, так сказать, максимально кринжово выглядела. Спахи в огромных. Это прям, знаете, я горжусь тем, что я такая кринжовая. У меня все мои друзья, конечно, что это супер комментариев. Я ходила по улицам с плакатом, я ищу мужа. Я видела, эта девочка делала на патриках. Я подумала, прикольно, ха-ха, хи-хи. Вот. И сделала. И сделала. Прекрасно. Я такая была счастливая. Там было в течение часа, там, 40 тысяч лайков. Я просто, вот, самый лучший день, как мед на душу, понимаете? Сработало, сработало. Как вообще люди относятся? Мне, правда, это очень интересно. Как люди относятся, когда вот слышат, что это внучка президента, там, какой-то страны, я не знаю. Мне кажется, наше там понятно. Сразу начинается ареал святости и прочее. А в целом, вот, в Европе, в то же самое, в Америке. В Америке очень спокойно, никто так к этому не относится. Просто, наверное, была иллюзия какой-то финансовой выгоды у людей, пока я не стала говорить, что, вот, ребят, смотрите, вот мой банковский счет, я заработаю с рекламой, вот, и, 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 и тогда уже все успокоились. Потому что мне не нравится, когда люди думают, что они могут меня как-то поиметь за что-то. Мне, правда, нечего вам дать, то есть, как максимум мои связи, вот. А так в России есть такое все равно отношение, что вот голубая кровь, потому что у них все равно есть какой-то такой, вот. Ну да, ну да. Не знаю, почему. Я не понимаю, почему, потому что, как бы, это все равно позиция, ты слушаешь своему народу, и, как бы, ты просто родственник этого человека. Это совсем прям топ-топ уровень, ну, дед твой, конечно. Спасибо огромное, но мне кажется, даже бы он сам этого не понимал, он очень просто всегда ко всем относился и жил очень просто по сравнению с тем, как его, наверное, люди позиционируют. Он очень, как бы, был семьянином и большую часть его времени свободно проводил со мной и со своими внуками. То есть он прям, как бы, для меня он просто был дедушкой, для многих он там, Ислам Каримов. Ну, много, много сейчас появляется фотографий, так или иначе, где Ислам Дагнич улыбается, где вы улыбаетесь, это очень сильно не вяжется. И даже сейчас с образом, который появляется, и в целом, который у него образ был, даже считали, что это максимально суровый, максимально жесткий, жестокий человек. Вообще нет. Мы все в порядке, каждый выход, типа, каждый выходной играть. Ну, то есть он меня научил, как плавать на спине, потому что это было легче так учить. Он научил меня кататься на велосипеде. И мы даже один раз застряли на катамаране с ним вместе, и нас, наверное, час никто не мог спасти. И мы просто смеялись. У него самые смешные анекдоты были. Его друзья, один был хирург, другой анестезиолог. И они просто, я не знаю, самые простые в плане общения люди. Они рассказывали какие-то шутки, всегда говорили о поэзии, о культуре, о литературе. То есть, мне кажется, то, что как дедушка, он был вот просто самым лучшим. Как часто вы виделись с ним? Очень часто. Ну, как бы меня родители оставляли там на 2-3 недели. Ну, это вот до вашего отъезда в Швейцарию? Да, ну, знаешь, когда я при... Каждое лето я проводила с ними. Моя бабушка никогда не сидела на месте, она всегда там занималась чем-то. То, то она... У нее встречи какие-то, а я лежала там, смотрела сериалы. И дедушка ко мне заходил, и мы вместе смотрели некоторые сериалы. Сериалы? Да, я же говорю, моя прекрасная няня, его показалось, что это зашло. Ему она не понравилась, конечно, но ради меня он смотрел мультики, мы смотрели. А детективы ему очень нравились, так что мы очень много времени проводили вместе. Мы могли просто молчать и как-то находиться в друг другом пространстве. Лето у него, получается, был период отпуска. У меня каникулы, а у него работа. Он много работал? Да, 8 часов он приходил с работы, и с 8 до 11 вечера мы проводили вместе, потом на выходных. Мне теннису научил. То есть, мне кажется, он очень много в меня вложил, потому что у него не было такой возможности, наверное, это сделать с моей мамой, потому что он работал тогда, вот, и со мной он как-то это возместил. В общем, кто-то упомянул, что, или ты даже сам в каком-то интервью, что, вот, типа, я любимая внучка Каримова. Это, кстати, кто здесь? Да, здесь у парушка. Я его один раз позвала на день памяти моего дедушки 2 сентября. Я всегда с моим друзьям по-тихому, так, чтобы никто не слышал, говорю. Я любимая внучка своего дедушки, он мне всегда это говорил. Может быть, он это, причем, говорил в больших застольях и так далее, и так далее. Мне всегда было некорректно и некомфортно перед другими родственниками, но мне это очень нравилось. Вот, и 2 сентября, день памяти, и его лучший друг говорит, сейчас передается тост Маше, потому что она, типа, любимая внучка Ислама Дуганиевича была. Я так начала толкать парушку своего друга, такая, парушка, смотришь, я тебя не обманывала, типа, это правда. Есть чем им гордиться. А родственники остальные не обижаются? Ну, и, скорее всего, они обижались, но, как бы... А как так получилось? Они меньше общались или что? Ну, с чем это связано? Ну, потому что, я не знаю, во мне есть вот это... Ну, он же говорил, приведите мне Машу, остальных не приводите. Нет, конечно, ну, просто так, нет, это просто так было, что во мне есть какое-то бунтарство, и какая-то простота, и какой-то, не знаю, как-то... Нашли вообще язык, как... Это мой дедушка, как его в этом висели, не знаю. Мы лазили всегда там по разным местам, по камням, по крышам, там, на нас кричала бабушка, просила нас слезть. У меня какие-то без тормозов в плане того, что вот я хочу, там, не знаю, полезть куда-то, и мой дедушка со мной как-то лез. Не знаю, может быть, у него развивались новые нейронные связи, может быть, какое-то общение, обмен энергии, не знаю. За какое время до его ухода ты виделась с ним в последний раз? За шесть месяцев. За шесть месяцев? Да. Что это было за... Это было... его день рождения, 31-й, 30-й января, 31-й. Собрались на день рождения? Да, на день рождения. Что делали? Просто отпраздновали день рождения. Семей на основном отмечали? Да, очень-очень просто, просто наша семья, вот и все. А как ты узнала об его окончании? Мы вылетели из Лос-Анджелеса, я мама, и прилетели в Узбекистан. Мы были на съемках для парфюмерного бренда моей мамы, на тот момент, The Harmonist, в пустыне целый день. И ближе к вечеру мы вернулись обратно в Лос-Анджелес. И когда мы вернулись в Лос-Анджелес, папе поступил звонок от бабушки, что дедушке стало плохо. Он поднялся ко мне в комнату, я была с мамой на тот момент, в ее ванной. И, кстати, сутки до этого мне приснился сон, сентиментальный сон, где он был. И вот как раз в этот момент, когда папа поднялся наверх, я маме рассказывала, что мне приснился сон, где был дедушка. И она говорит, рассказывай. Тут папа запекает, побо плохо, потому что мы его назвали побо. И мама с папой уходят в другую комнату, и мы понимаем, что нам нужно лететь в Узбекистан. И тут мама говорит, рассказывай, что у тебя был за сон. Я ей рассказываю на тот момент, что был за сон. И она говорит, окей, бери с собой черные вещи. Я такая, я не поняла. А потом она мне объяснила, что мой сон значил. Я пока его оставлю для себя, потому что он довольно-таки сентиментальный. И мы приехали сюда, и я здесь находилась неделю. Мы его видели в госпитале. Была я, бабушка и моя мама. Когда у него остановилось сердце, в тот день мы сидели уже наверху. Там был, читал внизу мула, и когда я спустилась вниз. Мне кажется, у мамы даже есть описание в инстаграме, как это было. Потому что она в тот момент все транслировала, или у нее был помощник, который это все транслировал. Вот, когда мы спустились вниз, я увидела охранников и работников, которые с ним провели все эти годы, плачущих. То есть это служба безопасности президента, это люди, которые никогда не плачут. То есть они всегда такие сильные люди. И они прям плакали. Для меня это было настолько... Он скончался 26-го, 27-го? Нет, он скончался 2-го сентября. Ну как же, 2-го сентября объявили. 2-го сентября его не стало. 1-го сентября мы были у него в палате, а 2-го сентября его не стало. Просто это какой-то слух или блеф, который попался в сеть. Я помню, я читала об этом. Да, ну скажешь, он скончался 27-го, но все это время было обсуждение, как быть дальше, и объявили об этом только 2-го. Нет, я была у него... Хотя уже начали строить там мавзолеи и готовиться 1-го, или 1-го, или 31-го августа даже. Потому что у него была инфекция, потому что приехали врачи с разных стран, с Москвы врачи приехали, и мы понимали, что у него состояние идет на упадок. Просто это было условно время, то есть второе, третье, четвертое, пятое, а тут так получилось. Но нет, потому что я у него сидела в... Как это, в комнате, что ли, условно? Палата. В палате, да, в палате, и с ним разговаривал. То есть, вот. И для меня это было первый раз, как не... Как кого-то очень близко в моей жизни не стало, вот. И это был очень сложный для меня жизненный момент. Потому что, особенно для меня, этот человек был очень важен, близок, и у него его очень сильно не хватает. И да, моменты, мне кажется, то, что я, наверное, если бы он был бы жив, не совсем правильно себя представляю, он бы хотел бы, наверное, чего-то другого от меня. Не, ну, такова жизнь, мне кажется. И мне кажется, даже в моих действиях он бы нашел какой-то юмор сейчас. Потому что, ну, я такая же бесшарабашенная, какая же я была в 10, в 11, в 12 лет. Ну, сейчас, скажем так, ты уже пожила, не как внучка президента. Ты бы хотела не рождаться все-таки в семье главы государства? Да нет. Ну, условно, если там верить в разные жизни, в реинкарнации, то, мне кажется, мы, наша душа, может быть, через это и проходит, мы просто этого не помним. Вот. А так, нет, все, все мне нравится. Это опыт, это жизненный опыт, это, мне кажется, делает мою душу как-то сильнее, там, не знаю, развивает ее в каком-то плане. Что бы ты ему сейчас сказала? Ой, я бы столько советов попросила, спросила у него. Мне так интересно, что он думает вообще, что, как бы он сейчас бы отнесся к... Скорее всего, не было бы брака твоего. Дай бог. Мне интересно, чтобы он думал про наш мир, про цифровизацию, про искусственный интеллект, про вообще... Он вообще не очень был технократом, не очень новые технологии принимал. Да, но из-за того, что он человек совершенно другого поколения, то есть, как бы, мне было бы интересно послушать, что ему есть сказать про все. Я бы просто с ним, там, не знаю, провела бы шесть часов и узнала для себя всю важную информацию. А ты читала материалы вот в стиле, там, Каримов диктатор, тиран, там, и так далее, и так далее? Я даже не хочу в это углубляться. Ну, то есть ты никак не соприкасалась с этим тогда? И сейчас? Сейчас тоже? Нет, зачем? Сразу после его кончины, что у вас в семье, что вы начали делать? Какие действия были у вас? Клянусь вам, вот сейчас не вспомню. Правда, вот просто у меня, у меня реально какой-то, знаете, идет пробел в памяти. А что, в каком плане? Какой вопрос? Типа, что люди делали в тот момент? Или... Ну, что вы делали в вашей семье? Я плакала. Я потом вернулась в школу, и все знали то, что у меня не стало дедушки, и у меня был какой-то такой период, там, месяца-два, когда я просто приходила домой и рыдала. Но так, не знаю, мне кажется, каждый человек по-своему как-то занимался собой. У мамы потом началось что-то связанное с здоровьем, потом у папы что-то здоровьем было. Да, они в один момент оба слегли, что-то мне пришлось там детьми заниматься, что-то такое было. Но я, правда, вот, у меня с памятью реально проблемы, прям пробелы, пробелы, пробелы. А какие у них были отношения с твоим отцом, у Ислана Богинича? Хорошие, он его принял. Хорошие? Да. Ну, типа, мне кажется, он очень мудрый человек, и он это не показывал нам детям. То есть, для меня он просто дедушка, то есть, как бы, он никогда не говорил о политике. Ну, вы маленькие, наверное, были еще все-таки. У нее было 15-16 лет, он просто пытался, мне кажется, нас огородить от этого всего. А мама твоя, ты сказала, она объяснила тебе твой сон? Она увлекается этими вещами? Да нет, она просто, нужно иметь мозги. И сейчас, если бы вы мне рассказали бы мне мой сон, я бы тоже, как бы... То есть, сразу бы связала бы этот штуз? Да. Из-за сна? Ну, да, ну, как бы это очень... Веришься на видение? Нет, просто, мне кажется, то, что у меня настолько была с ним хорошая связь, что я как-то это почувствую, увидела, вот. А, слушай, ты всячески подчеркиваешь, что стараешься пожить по своим средствам. Сколько в среднем приносит твоя страничка денег? Сколько приносит моя страничка? Я не знаю, надо у моего рекламщика спросить. Ну, от. От. Ну, я продаю рекламу в Узбекистане. В порядке, там, от, я не помню, то ли 4 или 5 тысяч долларов за пост, или 5 с половиной. 5, 5, меньше, 4, 4, 4. Меньше, 4. 4 тысяч долларов. Большая команда работает над контентом? Над контентом я видеограф, фотограф и ассистент, рекламщик. Вот, да. Ну, большая. Большая. Да, ну, потому что много рекламы. А есть тебе что-то, что ты не возьмешь у рекламы? Да, какие-то аморальные вещи, там, я не знаю, что-то связано со ставками. А, ставки не возьмешь. Ставки не возьмешь. А вот не шарманда, значит? Не шарманда. Вообще? Спасибо. Хорошо. Насколько сильно для тебя важна финансовая независимость? Вот, или ты все-таки придерживаешься мнения, что, я, в семейной, я имею в виду, что семейный доход – это прерогатива мужчины? Все, что его наше, все, что мое-мое, конечно. Классика. Классика. Да, потому что, смотрите, я какой-то, я как в апреле, когда я встречалась с своим бывшим, проинвестировала небольшую сумму в крипту. Она взорвалась, но мне так повезло. Он до сих пор… Обожаю эти истории. Ты реально проинвестила в крипту? Да, я проинвестила в Луну, в Доджкоин, в Шибуину. Этот человек мне до сих пор делает мозги то, что он мне дал тогда деньги, то, что сейчас она их заработала, и, типа, условно, некоторые свои проекты этим сфинансирую. Я, как бы, не знаю. Вот, так что, да. Все мои деньги – мои деньги, его деньги – наши деньги. Но ты бы смогла построить семью с небогатым мужчиной? Конечно. Ну, то есть, как бы, у меня молодой человек, он, я же говорю, он сейчас, вот он зарабатывает сам себе на жизнь. У него зарплата намного меньше, чем, там, я продаю за месяц за рекламу. Но я, мне кажется, то, что не настолько важно, потому что здесь есть уважение, понимание, любовь, то, что человек старается, и даже если он, не знаю, не может тебе подарить букет за, там, две тысячи долларов, а твои другие, там, ухажеры, он тебе дарит, но тебе он дарит эту одну розу, и эту розу он, там, я не знаю, добыл, там… Слезами вырастил. Да. Это настолько мило. Он, как бы, я была в Нью-Йорке, и я там занималась своими бумагами, связанными с разводом. Я там должна была быть две недели. Я в течение пяти дней приехала обратно, он мне каждый день отправлял букеты маленькие. То есть, они там, ну, они такие милые, то есть, это так мило. Мне там рано было, он… Ты называешь его марипусиком? Нет. У меня еще нет. Как? Марипусик, я правильно? Марипусик. Марипусик, да. Нет, все мои друзья надо мной себе спрашивают, потому что они говорят, Маша, мы не подписывали, пытаясь мимо марипусиками, говорю, вы же подписались на мой инстаграм. Он даже за мои раны, я же упала недавно, вот у меня там была инфекция, за мои раны, там, йод на нее ставил. Прекрасно. Меня тошнило, он тоже там… Просто человек за мной ухаживает, вы представляете, не знал, что это нормальное отношение. В три часа ночи… Взебета новость? Да, в три часа ночи, то есть, мне плохо, он меня везет в больницу, потому что у меня там изжога. То есть, у мажоров, откровенно говоря, у них другое там ухаживание. Они там возьмут тебе, подарят часы условные, цветы, делаешь, что хочешь с этим. А этот человек реально о тебе заботится. Офигеть. Вот это новости. Вот это новости. Вот это невидаль. Хорошо, хорошо. Сколько нужно тебе денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортом? Вот честно только. Ой, я не знаю. Ну, вот у меня есть некоторые проекты, которые я хотела бы реализовать. То есть… Тебе лично не нужно про бизнес? Нет, проекты в плане там съемок, которые вот я хочу, но реализовать какую-то крутую съемку. Мне нужно там денег. Не знаю. Ну, хотелось бы быть каким-то там, не знаю, мейкап-миллиардером, который не думает о деньгах. Ну, это бизнес-то понятно. Вот сейчас сколько в месяц денег тебе нужно, чтобы чувствовать себя комфортно? Чтобы чувствовать комфортно? Не вкладывайте. Просто ты встала, пошла, купила шмоточку там, поела, попила, захотела, в Бразилию слетала, я не знаю. А вы знаете то, что я не покупаю себе одежду, потому что у меня такая большая группа людей работает? Я еле как дарит себе этот обед покупаю, клянусь, правда, у меня еще ассистент приезжает сейчас в Турцию, потому что у него настолько хорошая здесь зарплата была, вот, а, да, вот, из-за этого мне прям даже денег не хватает, чтобы там на своих хотелок. Я сейчас экономом летела в Москву и обратно с Москвой тоже экономом, причем посетила там самое гламурное мероприятие, там выручила фремию. Где ты туда попадаешь? Я вот не понял, я читал, я смотрел интервью, какие-то механизмы странные, друзья тебя зовут? Ну, друзья зовут. Друзья зовут тебя, да, там, Шапар вечеринку, не знаю, еще что-то. Это женщина, я правильно сказал, Шапар? Шапард, да. Шапард. Шапар. Шапар, окей. Вот, а женщина, она успехского происхождения, она работает на бренд, и она меня позвала на мероприятие. Я же понимаю, что я продаю брендом, я продаю имя, красивую картинку и, как бы, аудиторию, это все равно котируется в нашем мире. Согласен. А на эти мероприятия я, как бы, тоже, как бы, узбекская ит-герл, то есть для них я такая, типа, модная девушка из Убегистана на русском рынке. А, интересно. То есть для них я являюсь такой представителем... Ну, то есть ты уже самостоятельная единица, пиар-машина. Да, конечно. Вот, и в России мне пригласили выручить, вручить премию Яны Рудковской за продюсер года на премию журнала The Voice, это новый GQ, потому что GQ уже ушел из России, вот. И потом меня пригласили на открытие журнала «Москвичка», то есть первый вечер у меня был там шоу-бизнес, второй вечер у меня была гламурная московская тусовка, вот. И я была в узбекских дизайнерах, все говорили об этом, то, что вот я всегда пытаюсь продвигать вперед нашу моду на интернациональном вообще рынке, вот, на московском рынке, на российском, и все, вот. А полетела я туда экономом, потому что я хотела сэкономить деньги и обратный эконом, вот. Чудовищный условие, я считаю. Кстати, билеты до Бразилии, турагентство мне организовало за пост, и в отелях я тоже за посты останавливаюсь, так что. Прекрасно. Очень простая девушка. Мы к этому только стремимся, мы, и мы идем. Хотите после этого интервью вас тоже отлично вырастут? Нет, 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 я не хочу. Я не хочу. А кто, кто пригласил со Светланой Мондарчук посетить? Это что за мероприятие было? Светлана, это вот открытие журнала «Москвичка», это просто, это вот, я снимаю сейчас в фильме в одном, который мы хотим сдать на ее фестиваль «Короткого метра», вот, сейчас попробуем посмотреть, если они нас примут. Просто это одна и та же тусовка, понимаете? То есть, как бы, все друг друга знают, все как-то друг с другим работают. Ну да. Сотрудничают. Хорошо. Есть ли разница между узбекскими и зарубежными подписчиками? Есть. Некоторые платежеспособные, а наши не платежеспособные, они не хотят тратить деньги. У меня еще недавно была реклама с Вендис. Вендис, да. Да, коллаборации. Но мои подписчики все пришли меня поддержать, никто не хотел покупать мерч. Я не понимаю, почему. Мерч? Мерч. Мерч Вендис? Мерч Вендис. Ну, я понимаю, что, скажете, это, наверное, проблема Вендис не во мне, согласна. Но, ну, прям... Кто будет покупать мерч Вендис вообще? Даже твой парень не купил, мне кажется, мерч Вендис. Купил, я его заставил на 500 долларов купить. Бедный он потом целый месяц отрабатывает до сих пор эти 500 долларов. Но зато купил, зато мне цифры там поднялись. Прекрасно. Да. Ты стараешься фильтровать вообще контент свой с учетом, там, религиозной, ментальности и так далее, так далее? У нас-то все-таки... Я очень благодарна, что мне появился такой молодой человек, который мне дает более понятие того, что здесь котируется, что не котируется. Потому что до этого я как-то более с американским мышлением к этому ко всему относилась. То есть я спокойно отношусь ко всему, что связано с ЛКБТ-сообществом. Я понимаю, что это не для меня, но я как бы... Это ваша жизнь. А тут я понимаю, что есть некоторые линии, которые мне стоит не переходить. И я очень благодарна, потому что я теперь реально ищу в себе в плане религии. Потому что до этого я как-то к религии очень спокойно относилась, а сейчас я прям, ну, начинаю как-то углубляться в это. Может, платок наденешь? Мне кажется, у каждой вещи есть свое временное... До расти нужно. Да, до этого вырасти. Интересно, интересно. Люди часто просят помочь в институте? Ты читаешь вообще свою институту? Сама директ читаешь? Иногда, когда приспичат в 3 часа ночи. Вот как вчера ночи. Просат какой-то помощи? Часто. Меня девочка ждала в отеле в Москве, потому что у нее мамы опухоль. И она просила помощи. И я чувствую настолько свою беспомощность в плане того, что я очень человеку сочувствую и хочу помочь. Я скинула ей разные фонды, к которым она может обратиться. Но она меня там ждала 10 часов, пока я не вернулась домой. И мне очень жалко. Но я не могу всем помогать, потому что у меня тоже нету столько ресурсов. Но я могу ставить людей в контакты. То, что я могу делать. Помимо своих активностей, в целом, инфлюэсорских, ты же еще работаешь с соцпроектами. У тебя было что-то с «Не молчи ус», нашим известным, хорошим проектом с Ириной Матвенко. Что вы делали? Мы выпустили мерч совместный. Опять его надо покупать? Нет, покупили их. Так что да. Мер совместный в помощи женщинам, которые прошли через физическое насилие, эмоциональное насилие. Также потом мы с Брайт Фьючером поехали в Зиньяту к одной женщине. Они попросили осветить, как она живет. Потом они сделали ей ремонт. Ты там в какой роли выступала? Просто как человек, который ведет сбор. Если не ошибаюсь, их спонсор закрыл большую часть сбора. А мои подписчики там собрали на 1500 долларов или 1800 долларов. Потом еще что было? Мы с «Корзинкой» сотрудничаем. Я с ними собираю разные продукты для людей нуждающихся. Вот сейчас мы... Это ради имиджа или ты реально хочешь помогать? Нет, реально хочу помогать, как могу. Просто у меня же нет возможности тратить сумасшедшие деньги. Мне команду содержать. Мне надо контент делать. Хочется помогать людям. Но не знаю как. Эй, денег нет у нее. Пойдем, да? Ты же социолог, да? Социолог, да. Давай про социологию нашей Родины. Знакомь тебе понятие «узбекский менталитет»? Социолог, да, я социолог. У меня второй диплом. Ну хорошо. Первый диплом у меня «Интернациональная политика». Ну окей. Узбекский менталитет. Есть такое понятие у нас? Есть, да. Есть, нет, есть. Я не знаю. Это какой-то каверный вопрос? Да, нет. Просто у нас все, что какой-то патриархальный, консервативный дичь, которая происходит, ее оправдывают узбекским менталитетом. Ты слышала про это? Не слышала, нет. Хорошо. Хорошо. Домашнее насилие. Тема не очень веселая, но тем не менее. Как ты думаешь, твое личное мнение, почему девушки часто терпят, не уходят от тиранов? Я терпела, потому что у меня… А, ты же тоже жертва домашнего насилия. Да, но мне кажется, что есть уровни этого всего. То есть, есть люди, которые там это испытывают каждый день, а есть девушки, которым дали по башке пару раз. Вот я тут, тот случай, когда мне дали по башке пару раз, и мне некуда было идти, мне не было финансовой независимости. Я была в новом городе, в Москве, я никого не знала. Мне было страшно, и вот почему я не ушла. За других я говорить не могу, у каждого человека своя история. То есть, некуда идти? Некуда идти. И страшно, и ты человека любишь, и ты не понимаешь, потому что он тут взял, ударил, и завтра, и потом он приходит с букетом цветов. И ты думаешь, ну, это и есть любовь. Из-за этого, когда мне говорите, вот мальчик, он с тобой заехал, это нормально, я говорю, серьезно? Ну, то есть, как бы, если для тебя первые отношения такие токсичные, после этого тебе нужно как-то исцелять эти раны. Это были твои первые отношения? Да, это были мои первые такие токсичные. Как ты выжила в Америке без отношений? Не знаю, я была толстая, я весила с 90 где-то килограмм, и заедала свой стресс. И я со всеми общалась, и была со всеми братанами, но ни с кем не встречалась. Я верила в то, что придет принц на белом коне. Но приехала Амиран. Ну, за что ты похудела? Да ты, слава богу. А что ты ела? Что ты заедала? Что ты ела? Что ты ела? Что я так и не делала? Вендис, даже сказать, Вендис. Они же мало денег платят, уже коллаборация закончилась, понимаете? Скоро Бургер Кинг откроется у нас, кстати. Вот, Бургер Кинг. После этого перевернуть, какая же она продажная. Нет, если честно, я очень много, блин, до всего. У меня была и болемия, у меня было и пищевое расстройство. То есть я пару раз, в 15 лет я весила 50 килограмм. У меня были суицидные какие-то попытки. Я очень многое проживала в этой жизни. Типа, говорят же, чем больше у человека возможности финансов, тем больше у него загонов и проблем. Тем больше он одинок, может быть? Тем больше он одинок, да. Это реально так работает? Ну да. Мне кажется, я хотела бы очень попасть к Дудю, так что, если можно, все мои секреты не раскрывайте сегодня. Нет, конечно. Какие уж тут секреты? У нас очень модно вторых жен заводить. Как тебе эта мысль? Реально я не понимаю, как у человека есть вот просто столько свободного времени, чтобы разделиться на две жены. Вот я бы... Как разделиться на две жены? Ну да, то есть как бы я... По три даже есть. А, по три. Я просто бы, не знаю, я бы не смогла. Ну я бы не смогла бы мужчину разделить с кем-то еще. Не смогла бы. Я очень ревнивая. Очень-очень ревнивая. Вот. И собственник. Да, но какое-то время в отношениях ты терпела измены. Да, но это было так, что у меня просто не было выбора. Ну то есть как бы человек изменил. А я постфактум про многие узнала. Вот, у меня не было выбора. У тебя много открытий будет впереди по узбекской культуре, вообще в целом по узбекской жизни, да? У меня, кстати, был друг, вот, эмиратец. Он какое-то время за мной ухаживал, но мне он не понравился. Из-за этого я даже с ним не продолжу общение. Вот у него, у его папы... Эмиратец? Эмиратец. Араб, в смысле? Да, араб. У его папы две жены. Первая жена это его мама, а вторая это его вторая жена. И он мне рассказывал, что вот первая жена это их заставили пожениться, потому в молодом возрасте, а вторая это просто типа его любовь. И, представляете, вот все детство человек рос без такой, знаете, отдачи от отца. И мама всегда набила папу в глазах ребенка и говорила, что вот твой отец уходит ко второй жене. То есть он вообще как бы женщин не воспринимает из-за этого. То есть как бы я не знаю психологию вот ребенка, который растет в этом во всем. Ну, я не знаю, как бы просто я знаю с его стороны, как он это рассказывал, у него очень много травм. Оставим это Дудю. Хорошо, последние, наверное, уже вопросики. Расскажи немного, чисто вот такие психологические, эмоциональные портреты членов семьи. Мама, расскажи про маму. В каком плане? Ну, мы мало о ней знаем, вот как о человеке. Вот честно, мы знаем, что она помогала детям в Узбекистане. Это тоже ее заслуга. Она работала там в ЮНЕСКО и так далее. Ну, вот как человек. Открытая, креативная. Еще ребенок. Еще ребенок? Ну да, она очень-очень... Непосредственная. Ну, очень эмоциональная, очень обидчивая в некоторых вещах. Открыта к общению. Но она еще непосредственно в плане того, что она очень артистична и эмоциональна, скорее всего. То есть она очень вот такой человек. У вас и не особо прям контакт такой большой. Да, мне кажется, у нас всю жизнь какой-то такой контакт. Ну, вы, наверное, две свободные, независимые личности, творческие. Вы сейчас пытаетесь исправить, да, в моем семейное положение? Нет, нет, просто интересно. Не знаю, наверное, скорее всего, да. Ну, просто она мне с детства более роль сестры напоминает, нежели мамы. В плане того, что я не чувствовала одной такой женской опеки. И из-за этого, мне кажется, у нас идет изначально пирамида семьи неправильно настроена. Потому что у меня бабушка там называется мама, а мама, она больше как сестра. Вот. Ну, у меня нету с ней хороших отношений и с детства не было. Нехороших близких, называем. Потому что мама твоя. Спасаю тебя. Папа. Папа самый лучший, топовый человек. Он был на всех моих играх по теннису, по баскетболу, по волейболу. Моя самая большая поддержка. Вообще, самый, мне кажется, душка в плане там всего. Он прям папа. Какую роль в твоей жизни играет? Папа сейчас, он просто слушает маму. И он как бы, ну, они живут вместе. У них семья и так далее. То есть, как бы, как она скажет, так и будет. Про сестренку и братишку нет информации. Намеренно или как просто они... Намеренно. Ислам Канев джуниор. Младший. Что за человек? Не знаю, я его в детстве очень мало видела. Сейчас тоже недавно видела с ним в Лондоне. Человек как человек. Ну, типа, ничего такого. Я не знаю, я не копалась у него в мозгах. Ну, вы тоже не дружно общаетесь. Ну, да. А Иман, такая милая фотография есть, где вы целуете бабушку. Иман сейчас самая лучшая. Она очень спокойная. Она, наверное, мое зеркалье. В плане того, что она вот очень спокойная, очень добрая, отзывчивая. В деньгах есть счастье? Нет. Есть счастье в взаимоотношениях людей. В любви. Там, где много денег, мало любви? Там, где много денег, больше, мне кажется, загонов и проблем. А там, где простота и есть любовь, мне кажется. Нет? Может быть, это сейчас определенный этап в моей жизни, где я потом в этом опять разочаруюсь, подумаю, блин, ну, чтобы быть конченой женщиной. Не знаю, просто нет. Есть такие периоды, это конченая женщина, добряк. Нет. Продаю мерч в индис. Они должны нам рожать тебе заплатить. И мне такие, знаете, американские горки, да. Бывает. Да, очень со стороны в сторону. Нет такой стабильности внутренней. Я пытаюсь вот найти, я в этом разочаровываюсь, я ухожу в эту сторону. Тут разочаровываюсь, ухожу в эту сторону. Нет такого, что вот не разочарый. У меня он или черно-белый. Как вы видите, вот черно-белый. Спасибо. 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 Спасибо.